Первый вопрос, конечно, «Лилиань» — это компания российская, находится в России, производство тоже в России. Санкции вас как-нибудь затронули? Или, может быть, не санкции, а какие-то другие экономические процессы, которые активизировались после 24 февраля? Санкций напрямую нет, потому что то, что мы импортируем, это не подсанкционный товар. Мы импортируем комплектующие. Для производства техники. Но логистика, да, сложнее стала. Плюс еще появились сложности с тем, что часть наших поставщиков как-то добровольно решили присоединиться к санкциям. Поэтому сейчас нам приходится сходу переобуваться, искать других поставщиков для того, чтобы компенсировать выпадающие поставки. Благо, не все так себя ведут, но тем не менее, проблемы такого рода есть. Что касается ситуации с рынком, здесь, конечно, изменения достаточно серьезные. И по 2021 году по нашим позициям закрывали 43% рынка. Наша ситуация изменилась, потому что ряд наших конкурентов уже не поставляют в Россию. Поэтому получается, почти высообъем, который должны были как-то разделить с конкурентами вместе по рынку, высообъем сейчас перешел к нам. Это создает, конечно, очень колоссальную нагрузку на производство, потому что мы не были готовы к такому расширению. Мы сейчас ввели двухсменную работу, думаем насчет трехсменной работы. Естественно, проблема возникает по поставке комплектации, по обеспечению логистических цепочек. Стараемся справляться, насколько это можно. Еще одна тема, которая имеет напрямую отношение к нам, это рукава, которые являются расходным материалом для хранизерна. И сложности сейчас поставка этих рукавов, потому что тоже отпали ряд поставщиков или создались очень серьезные сложности по поставке. Мы работаем над тем, чтобы компенсировать частично выпадающие объемы. Полностью компенсировать, думаю, в этом году не удастся. А стоимость рукавов изменилась? Да. Серьезно. Серьезно. И самое плохое то, что эта стоимость не останавливается, меняться. Мы уже констатируем подъем себестоимости с учетом изменения цены как поставщика, так и издержек по транспортировке. Суммарно это где-то на 50%. Но только на этой неделе у нас изменение по себестоимости составило порядка 60 евро на одном рукаве. Что будет в понедельник, я не знаю. Мы притормозили продажу рукавов, потому что мы не знаем, по какой цене сможем завести. Предпочитаем сперва завести, фиксировать хотя бы для себя себестоимость, а потом после этого поговорить насчет продажи. Ну и второй момент. Это то, что мы не знаем, какой объем из тех, которые авансированы нами, мы сможем к сезону завести. Потому что непонятно до конца, как сработает логистика. Логистика задрагивает и морские перевозки, и сухопутные перевозки. И тут приходится действовать как на войне. Ситуация меняется каждый день. И нам приходится искать пути, как обойти те или иные препятствия, которые создаются на этом пути. Как раз уж на этой неделе нас обрадовали, что закрывают завод. Это американская компания, у которой завод находится в Липецке. Вот они заявили, что ищите других поставщиков. Завод закрывается. Компонентная поставка из Польши закрыта. Мы сейчас усиленно ищем других поставщиков, но сложность в том, что это отработка технологий. Под их краску отработана наша технология. Другие краски имеют другие требования и другое поведение. Сложность в том, что мы можем сейчас давать просадку определенную по выпуску продукции из-за того, что эта настройка займет время. И не факт, что займет время и даст ту же самую производительность, которую обеспечила предыдущая краска. Или подщепники. Немецкий поставщик отказался от поставок, присоединился к санкциям добровольно. Мы сейчас имеем запас где-то двухмесячных подщепников. На пятерке возник вопрос. Оперативно найти замену, быть уверенным в качестве, обеспечить поставку. А поставки все растянуты по срокам, потому что логистика нарушена везде. Третий момент. Это редуктора. Итальянский поставщик непонятно, как себя ведет. Но мы уже полтора месяца после начала этих военных действий ждем исполнения контракта с их стороны. У нас запасы редукторов закончились на этой неделе. Пока мы выпускаем без редукторов. Они обещают. Мы пытаемся понять, это за нас будет или действительно исполнено. В любом случае, чтобы постраховаться. Еще в марте месяцами запустили процесс поиска альтернативщиков. Нашли компанию. С ними сейчас интенсивная работа идет по поставке оттуда. Но рассчитываем на то, что если итальянцы все-таки ведут не двойную игру, а поставку осуществлят, то мы докомплектуемся. Если нет, то где-то, может быть, поближе к середине или конце июня будем получать уже от новых источников поставки, это ГИТА и Турция. И будем доукомплектовать уже готовые продукции, но не отгружены. То есть будет там определенный коллапс. Потому что часть продукции у нас будет готова по всем фронтам, кроме вот этих позиций. Вот есть такая проблема. В сложных условиях приходится работать. Как Вы общаетесь с клиентом? Что для Вас приоритет в работе с покупателями Вашей техники? Приоритет, чтобы клиент остался удовлетворен своей покупкой и не разочарован ожиданиями. Все контракты, которые у нас заключены по части цены и сроков, они выдерживаются. У нас есть контракты, которые были заключены еще в прошлом году. В ноябре, декабре месяце клиенты авансировали для того, чтобы фиксировать определенный уровень цен с дальнейшей доплатой уже в этом году. И все эти контракты исполняются по тем же ценам. Хотя мы понимаем, что здесь очень серьезно проигрываем по себестоимости. Но клиент не виноват и клиент должен быть разочарован. У нас расчет на долгосрочные отношения и мы не хотим иметь репутационные потери. Что касается новых контрактов, мы подняли цены на 15% с начала марта. В какой-то период даже пошли на то, что из-за резкой пляски по курсу мы поняли, что можем в любой момент оказаться в ситуации, что себестоимость просто ударит по голове. Поэтому в какой-то период, где-то, наверное, 10-15, привязали цену к евро. Потом убрали все это, наставили цену прежнюю плюс 15%. Так что мы работаем в такой парадигме. Не берем на себе обязательства, которые не можем исполнять. Продаем то, что мы реально можем поставлять. Все, что мы не можем поставлять, извиняемся, отодвигаем на потом. Что касается ассортиментной линейки, мы на сегодняшний день упразднили часть позиции, которая касается опции. Просто потому, что если мы изготовим много опций в рамках одного изделия, это касается бункеров-перегрузчиков, то получим в результате гораздо меньше производства. С учетом резкого увеличения потребностей на рынке, мы пошли таким путем, что нужно унифицировать товар, опционально его объединять. Опции можно поставлять гораздо позже. Это будет кому-то не совсем интересно, но таковы условия. То, что мы сейчас предлагаем, это, по сути дела, базовая комплектация бункеров-перегрузчиков с переводом опций на более поздний срок, когда пик и ажиотаж спроса с учетом сезонности спадет. Как Вы оцените нынешнее время? Это время для инвестиций в агрологистику? Сейчас стоит вкладываться в бункеры? Ну, вообще стоит всегда вкладываться в технологии, которые дают существенный рост эффективности. Сейчас, наверное, наиболее чувствительный момент, потому что на рынок поступает гораздо меньше комбайнов, чем ожидалось. При этом старый парк, который невозможно реанимировать, уйдет с арены. Это означает, что растянутся сроки уборки, это означает, что увеличатся потери зерна, это означает уменьшиться доходы крестьян. Учитывая все эти обстоятельства, сокращение времени уборки может являться идеальным решением. То есть кризис может подтолкнуть тех, которые еще вчера думали пойти прежним путем, на то, что пересмотрели свои технологии. Что происходит, когда технологии пересматриваются? Комбинация двух технологий, которыми занимаемся, хранение зерна и уборка трехзвенная с применением бункеров-перегрузчиков, дает колоссальный эффект. Я много об этом говорил, и, может, лишний раз сейчас с учетом вот этой обстановки некий посыл дам нашим крестьянам, чтобы задумались, каким образом они могут пересмотр провести своим технологиям. Во-первых, хранение зерна в пластиковых рукавах позволяет сохранить влажное зерно. Второе последствие. Если уже можно сохранить влажное зерно, то можно начинать уборку при более высокой влажности. Процентов 20-22 это полностью сформированное зерно, у которого только высокая влажность. это означает, что можно уборку начинать на 3-4-5 дней раньше, чем традиционно начинают. Это означает, что один и тот же комбайновый парк в состоянии будет гораздо больше времени быть задействован. Не убирать, к примеру, 15 дней, начиная с 1 июля по 15, а убирать с 25 июня по 10 или по 15, это уже другая экономика. Второй момент. Сдвиг по фазе уборки на более ранний срок приводит к тому, что самоосыпание зерна и истекание в стерню, то есть потеря натуры, она тоже снижается. То есть это увеличенный урожай. И третий момент. Это испарение зерна, которое происходит, то есть потеря влаги из-за того, что пересушка на корню происходит, тоже снижается или исключается. То есть часть зерна у нас получается с повышенной влажностью, которая сохраняет рукав. Часть зерна получается кондиции, примерно 14%. И часть зерна получается пересушена. Так вот, создание двух таких, трех полюсов позволяет первый и третий полюс в дальнейшем, после того, как уже уборка закончена, спокойно перемешивая между собой, получается два процесса. Сушка зерна и увлажнение пересушенного зерна. Мы убираем сразу целый ряд проблем. А если добавляем вот к этой цепочке еще уборку с помощью бункеров-перегрузчиков, то мы на треть сокращаем время, все время, которое отведено было на уборку по традиционной технологии. К примеру, по традиционной технологии мы предполагали, что уберем за 15 дней. Можно убирать за 10-11 дней, если мы убираем с помощью бункера-перегрузчика. И это очень серьезный аргумент для того, чтобы без оглядки на то, что комбайнов не хватает, пересмотреть технологию. С гораздо меньшими комбайнов можно получать намного больший результат. Инвестиции в комбайн это одни инвестиции, инвестиции в бункер-перегрузчик и технологии хранения это другие инвестиции, они несопоставимы. И еще один момент, который, наверное, тоже надо учитывать, это автопарк, автомашинный парк зерновозов, она выбивает. Очень много есть частников, которые оказывают услуги КамАЗами. По моим данным, эта ситуация усугубляется тем, что цены на новые машины резко увеличены, а старые машины выпадают. Мертвых не всегда можно воскрешать. И здесь применение трехзвайной уборки тоже играет огромную роль. Автомашина, задействованная во время уборки с применением бункера-перегрузчика, перевозит в среднем в два раза больше зерна, чем при трансляционной уборке. Почему? Потому что машина на поле при трансляционной уборке является некой буферной зоной, куда поэтапно загружают несколько комбайнов. И машина простаивает, она не перевозит. Когда мы ставим цепочку бункер-перегрузчик, как буфер, то эта функция буферизации берет на себя бункер-перегрузчик. А машина вместо того, чтобы на поле стоять час-полтора, теряет 10-15 минут. За счет этого увеличивается его оборачиваемость. Мы имеем показатели от двух до трех раз при среднем расстоянии до 10 километров увеличение объема нагрузки на машину. Вот такие старые лайфхаки, которые, возможно, кому-то будут интересны. Армен Вамирович, во времена, когда в России еще не было экспортных пошлин на зерно, зерно резко выросло в цене, мы с вами тоже сидели и подсчитывали, как быстро окупается бункер-перегрузчик и трехзвенная уборка, которую вы пропагандируете. Это была очень быстрая окупаемость. Скажите, сейчас, когда действует пошлина, когда внутренняя цена в России на зерно сильно оторвана от мировой, естественно, рентабельность хозяйств сокращается, не будет ли это являться каким-то тормозом к развитию, к обновлению парка сельхозтехники, к приобретению этих бункеров? Ну, я думаю, что ровно наоборот ситуация может пойти, потому что все ресурсы, связанные с производством зерна, они резко подорожали. От понятия себестоимости и цена продаж мы никуда не денемся. То есть в цене зерна сидит аморизационная составляющая. Простым языком, если мы покупаем, к примеру, 10 комбайнов дополнительно и тратим на это дело, сейчас даже не знаю, сколько комбайнов стоят, допустим, 300 миллионов тратим, то аморизация от 10 комбайнов в год составит 30 миллионов, если мы возьмем аморизацию 10% в год. Если мы говорим о том, что имеется, кроме этого, некое количество комбайнов в хозяйстве, ну, скажем, 30 комбайнов, и вопрос стоит для решения проблем, или 20 комбайнов, это похуже, да, ситуация, да, у них все плохо, но нужно там покупать. Значит, если мы возьмем, что 10 требуется, то есть парк на 50% надо увеличить, инвестируй 30 миллионов, 300 миллионов, то альтернатива к этим 20 комбайнам, к примеру, там поставить 10 бункеров, один к двум, это такое там хорошее наполнение. Если мы считаем, что комбайны высокопроизводительные, один к двум, то тогда получается, что потратив примерно, ну, я в среднем прикидываю, там 4 миллиона стоимость бункера, 40 миллионов, можно получать эффект такой же, даже лучший эффект можно получать, чем при затратах 300 миллионов, то есть 4 миллиона амортизации в год и 30 миллионов амортизации в год, вот два показателя. Если мы говорим о том, что зернохранение добавляем и сокращаем срок уборки просто потому, что мы имеем возможность хранить влажное зерно, тогда может оказаться по-другому, что нам 20 комбайнов, это уже многовато, нужно поставить влечье о том, что 15 комбайнов, очень возможно, решили бы эту задачу, а эти 5, как излишек, можно или продавать, или какое-то другое направление развитие запускать и не оставлять себе в рамках заложника, что мы вынуждены, чемодан без ручки тянем, потому что, коль он ужас, у нас уже есть. Что касается понятия рынка, все находятся в одних условиях. Если посмотреть по себестоимости и по формированию цены, никуда не деться, даже если мы полностью отрежемся от внешнего мира, все равно придется тогда цену продаж формировать, исходя из себестоимости. И у кого будет ниже эта самая себестоимость, при наихучих условиях будет находиться на намного лучшем положении, чем те, у которых себестоимость высокая. Если говорить про экспорт, экспорт закрывать полноценно не получится, это нереально, потому что, во-первых, очень много стран зависит от нашего экспорта. Это сотни миллионов людей, живущих в Африке и в Азии. То, что закрыли сейчас экспорт, я могу предполагать, это, скорее всего, желание обезопасить Россию от факторов колебания, потому что импортировать зерно, скорее всего, нам не удастся, ввиду этих ограничений, а зерно является ротигидским товаром. Весь излишек в ближайшее время, может быть, максимум до июля месяца, будет лежать здесь. Это даст очень серьезное давление на рынок, потому что может повлиять и на снижение цен. Но то, что пойдет новое урожае, потом придется откружать, нам придется откружать. Насколько цены изменятся, я не аналитик рынка, поэтому я не могу сказать. Можно послушать Рылько, можно послушать Петриченко, они гораздо лучше все это расскажут, но я не смогу анализировать. Я могу сейчас анализировать, что произойдет в этом сезоне по части хранения зерна. Из-за того, что экспорт остановился, достаточно большой объем зерна запланированный под экспорт в интервале до нового урожая будет оставаться в сране. Это где-то порядка дополнительно плюсом к тому, что переходящим остатками является порядка 8-10 миллионов тонн. Если к этому прибавляем ожидаемый урожай по прогнозам аналитиков 127-130 миллионов тонн и понимаем, что вот это все зерно должно где-то храниться, это получается уже очень серьезная проблема. По оценкам аналитиков, дисбаланс может составлять порядка 23 миллионов тонн от мест хранения, суммарно распределенных по стране, и от зерна, которое будет выращено. Вот здесь, конечно, очень серьезная проблема. Серьезная проблема, что если в прошлом году порядка 9 миллионов тонн зерна хранился в России в пластиковых рукавах, мы отслеживаем эту ситуацию, так как являемся премиум участниками процесса, то в этом году рукавами могут быть обеспечены, может быть, в районе 5-7 миллионов тонн зерна. То есть мы имеем очень серьезный разрыв. Этот разрыв, конечно, будет бить по тем клиентам, которые просмотрели ситуацию и заранее задумались о том, что делать. Будет очень серьезная логистическая нагрузка на автотранспорт, потому что нужно будет пользоваться тем, которые не рассматривали элеваторы. Пользоваться придется элеваторами. Скорее всего, элеваторы поднимут цены, потому что спрос будет неминуемо влиять на то, чтобы пересмотреть ценовую политику. Автоперевозчики поднимут цену ввиду того, что машин будет не хватать на пиковый период для доставки на элеватор. Мы для того, чтобы как-то нивелировать ситуацию с нехваткой нашей техники, понимаем, что мы не успеем всем отгружать, это уже сейчас очевидно, мы решили создавать новое направление, шеринговое направление, как каршеринг. Что это значит? Это значит, что мы создаем определенный фонд нашей техники. Пока решили начинать с 50 комплектов, которые предоставляем на определенный короткий интервал времени клиента в аренду. Это называется как посуточная аренда. И эта часть техники, она будет обеспечена расходными материалами, рукавами, для того, чтобы клиенты имели возможность у себя с помощью предварительного обучения, с помощью технической поддержки наших специалистов организовать сохранение. То есть мы предполагаем, что тем самым мы создадим возможность гораздо большему количеству людей, хозяйств, пользоваться одной и той же техникой. К примеру, если техника покупается хозяйством в расчете на то, что он запакует 15 тысяч тонн зерна, и потом эта техника, в принципе, не устоит. Мы одной и той же техникой в состоянии будем захватить 5, 7, 8 хозяйств, передвигаясь по разным климатическим регионам и обеспечить гораздо большую нагрузку на одну и ту же технику. Это даст возможность частично снимать дефицит, потому что его не будет точно хватать. И мы решили, что создать челинговое направление по бункерам-перегрузчикам, тоже предоставлять в аренду тем, которые хотят логистику изменить, но тем, которыми в принципе не сможем поставлять. Потому что физические товары не будет. Поэтому мы решили сделать так, чтобы сезонная нагрузка на тот объем, который мы сейчас решили проинвестировать сами в свою технику и запускать вот такую работу. Сезонная нагрузка на эту технику будет многократно выше, чем если бы мы эту технику продавали в руки тех или иных покупателей. Еще рассчитываем, конечно, на то, что благодаря такому подходу у нас появится возможность достаточно большому количеству потенциальных наших клиентов, которые могут и созреют сейчас, но у них не будет физической возможности покупать, показать технику в действии. То есть они получат эффект. Этот эффект, конечно, им придется дороже оплатить, потому что у нас ценник не будет по части амортизации такой же, как если бы они купили и амортизировали поэтапно свою технику. В этом проекте заходим как коммерческая структура, естественно, имеем свою рентабельность. Но они получат решение своей проблемы. Это сокращение сроков уборки, сокращение потерь, сокращение проблем и могут принимать решение уже на подследующий год, начиная готовиться с осени, потому что в следующий год никто не обещает, что будет легким. Скорее всего, это достаточно длительное продолжившись, продолжавшись, будет вперед. А как непосредственно будет организована эта работа? То есть хозяйством уже сейчас нужно обращаться к вам и планировать, какой объем техники им понадобится? На следующей неделе мы планируем сформировать предложение и вывести сайт лендинг, который даст возможность нам иметь коммуникацию. Предполагается, что мы создадим два центра. Мы не сможем, к сожалению, охватить всю Россию. Два центра предполагаем, что создадим. Один будет находиться в Ростове, другой будет находиться в Воронеже или Липецке. Сейчас идет работа по подбору территории, подходящей под базирование в Липецке. Мы работаем с администрацией Липецкой области. В этих центрах будет находиться некая точка транзитного накопления, если такое слово можно применить в нашей технике и обслуживании. Договора будет заключаться предварительно. Те, которые не успели освоить тот объем, которыми в состоянии выделить рынку, ну, к сожалению, мы их не можем удовлетворить. Рассчитываем работать с южными регионами и рассчитываем работать с центром России. Это примерно так, порядка 10 областей и не более. Работать будем как в летнюю уборку, так и в осеннюю уборку. Планируем уборку организовать со сдвигом стадии уборки на несколько дней раньше, там, где готовы будут. И все, смотрите, ограничения по объемам упаковываемого зерна. То есть мы не будем предоставлять технику в аренду на интервал времени менее 15 дней. Потому что нам нельзя увеличить межоперационный цикл. Нам надо подольше находиться в конкретных локациях перед тем, как перебрасываться в другие локации. Сейчас у нас идет еще другая работа. Я думаю, что вот эта работа может интересным быть для тех крупных клиентов, которые имеют большой потенциал и которыми мы по-крупному тоже можем закрывать проблему. Мы сейчас кооперируемся с компанией Воронежской, которая занимается наказанием услуг по автоперевозке. Мы с ними сейчас кооперируемся по вопросу создания единого предложения, когда на себе берем услугу при оставлении шеринг бункеров для ускорения уборки, шеринг техники для хранения зерна, чтобы на выходе зерно беспрепятственно упаковали и обезопасили его хранение, и цепочки перевозки. Они ставят в эту цепочку свои автомашины. Рассчитываем за счет этого получать полностью закрытый контур. И хозяйство получит, как заказчик, ускоренную уборку, сокращение по течь, ускоренный отвоз и исключение какой-то нестыковки из-за каких-то нестыковок. То ли машины нет, то ли складов нет, то ли комбайны плохо работают. То есть мы закроем полностью все. Будем работать с теми, кто понимает, зачем им это надо, и это даст экономически очень серьезный эффект тем, с которыми будем работать. Еще одно направление, которое сейчас находится у нас в активной проработке, это создание региональных или межрегиональных, пока не знаю, как получится у нас, центров хранения зерна. Первый проект у нас, скорее всего, будет или в Липецке, или в Воронеже. Тоже идет подбор вот такой площадки. Липецк, скорее всего, первым выстрелит, потому что они уже подобрали нам площадку. Это горизонтальный элеватор? Да, да. Кстати, я даже не знал, там такое название буду использовать. Это горизонтальный элеватор. То есть мы сейчас подобрали территорию, если эту территорию нам видели, это администрация Липецкой области, то на этой территории порядка 20 гектаров мы планируем поставить услугу по приемке зерна на хранение и организацию хранения индивидуализированной под каждого клиента, потому что у каждого клиента будет своя рукава. То, что заложил, то и его. Наша функция будет приемка, фиксация, определение качественных характеристик, упаковка рукава, выдача, выдача с миксованием. Это другой фактор, который тоже можно использовать, потому что в рукавах разные качества, может быть, мы имеем возможность с помощью наших двухсекционных бункеров миксовать разные качества как по кликовине, так и по влажности. И на выходе клиент может у нас получать другое качество. Там мы планируем создавать такой горизонтальный элеватор, может быть, 80 тысяч, 100 тысяч тонн. Посмотрим, как получится. Цель, с одной стороны, это коммерческая цель, с другой стороны, это возможность популяризации, потому что данные типы горизонтальных элеваторов мы хотим создавать вдоль федеральных трасс. Локация, в которой мы выбрали, находится прямо рядом с М4, в районе Ельца. И там достаточно интересный дефицит есть по хранению. В дальнейшем планируем эти площадки увязать ЖД переправой, потому что одна из наших спаслящих целей – организовать еще отгрузку не только автомашинами, но и напрямую вагоны. Наша техника позволяет напрямую загружать вагоны. И мы можем, в принципе, организовать загрузку вагонов в очень большом интенсиве. Пока на первой площадке железной дороги нету. Придется куда-то везти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова